сегодня будет очень ностальгическая лекция как для меня лично потому что эта тема первое вообще что я взялся изучать это был мой диплом частью того о чем я рассказываю это я болел очень символической поэзии франции естественно нашим серебряным веком и когда мне на выбор там три или четыре темы или в древности ковыряйся там 14 там 15 13 век как всегда у нас было в советском союзе это в основном а япония в которой ковырялись чтобы там не дай бог там современности никто там ничего не подумал нерешенные вопросы с японии что все отставить в сторону и как бы вот сиди ковыряйся в 13 веке не было скучно уже уже и советский союз разваливался как бы цензур это идиотская не было и я взял четвертую из должен по моему пяти что ли тем вот это можно моя татьяна иосина бриславица один из корифеев переводов как раз танка хайку и и книги тоже выпускались в поле востоке наш самый такой метр дай бог здоровья уже на пенсии глубокой и вот она сказала проживав губами ну дмитрий вам наверное все таки будет сложновато доказывать писать об этом диплом потому что все эти шатальщики 20 века они очень мало у нас переводились почему вот посмотрите сами очень запутанные судьбы людей точно такие же как запутанные они у нас были в начале 20 века это же начало 20 века она же все по всем шарахнул 17 год у нас породил волну экспериментаторов маяковских блоков тех там кого есениных кого и раньше и видеть таких не видели где они взялись один собой покончил по непонятным обстоятельствам другого то ли кто-то убили то ли что-то передрались перед это самое кто-то попал в журнала тридцать седьмого года контроля ну каша же была полная и тоже половину из них потом извините отучили как говорится от государства и церкви и закликнили и там много лет не издавали похожие судьбы у японцев причем еще пожестче сконцентрированные потому что как известно япония начале века пойдемте по порядку элегия лимона я назвал эту лекцию сегодня потому что это одно из главных стихотворений одного из символистов кота рота камура которым я не писал диплом почему элегия лимона я думаю слово элеги это принципе ностальгическое слово я хочу начать именно с вот того явление которое обозначил дезературу своим nevermore да еще эггар алангол один из первых романтиков символистов которые предвстретили символизм до своим творчеством когда он писал как ты звался гордый ворон там где ночь всегда молдил ворон никогда то есть это артюр римбо верлен маларме цветы зла все что нам дали вот эти вот пышные цветы когда феодализм рухнул капитализм пришел вот на слове европа выдала целую плеяду вот этих вот людей которые вдруг подчеркнули а ностальгия то ребята это же не пространственное понятие как раньше принято может верни свой родной дом там свое родное там детство да а потом начались фразы никогда не возвращайся туда где-то однажды был счастлив потому что человек понял что во время это вернуться то нельзя и вот эту грусть тоску о невозможности вернуться и о сакральности этого а об уходящей любви это как раз настроение очень хорошо органично легло на общей эстетике танка хайкова в аби-саби о которых мы говорили для воспоминания о прошлом как трудливое у нас будущее если делать какое-то произведение попробуй сохранить неповторимое элегью лимона в конце мы еще вернемся к этой теме лиги и начнем собственно я сделал вот эту красивую до японская эстетика куда-то уходящие так сказать пейзаж работа с пустотой всегда которые мы говорили да не заполнились которые заполняют своим чувством вот эпоха тайсё как известно было с 12 по 25 год был один коротенький период правления императора как раз в двенадцатом году умер император мэйзи а император мэйзи который всю буржуазную открыл страну для всех все технологические культурные взрывы которые начали происходить к концу девятнадцатого века япония начала ходить европейской одежде выезжать на китай показывать свои достижения заимствовать и экономику и науку и естественно эстетику черпать уже из литературы мировой учить иностранные языки то есть бум пошел капитальный но в то же время словом всех наработанных способов зарабатывания денег простым видом все эти увольнения которые у нас выплеск этого рабочего класса из крестьянства получился похоже очень ситуация в японии было то есть очень мало кто если ты не он не богат и вообще удерживался на плаву менялись профессия отмирали профессии на ходу потому что техники технологии приходили поэтому я вдруг написал вот это лидер или лимона красивую картинку сделал для обложки нашей лекции рука друг сама на эпоху то еще и стал красивый картинка проходили в атмосфере дух ведь это вот тоже и охота еще смотрите как фоточка это не на фотошопе не сделаешь это я выкопал на слово то еще по японски фотографии которые сохраняются тех времен у кого-то двойная экспозиция получил может даже тройная видите несколько кадров на пленке слиплось и он так это оставил это вот историческая двойная экспозиция нечаянно получишься она прекрасно передает попута еще потому что именно в попута еще несмотря на все усилия там по упорядочению жизни до умных культурных людей да случилось это гигантское землетрясение двадцать третьего года о котором мы отдельно уже говорили просто положила на землю два гигантских центра вообще культуры в жизни токио и другом и поэтому в этой разрухе оказались все она же послужила большим толчком к милитаризации японии к нашим порядок надо было заводить резко расширили армию и пошло-поехало там уже покушение существующие правительства начали заговор и в общем пришли к тому что япония начала активность действительно участвовать она уже участвовал в корейско-китайских делах естественно интеллигенция как-то реагировать на это тоже по-своему должна была я сегодня в нашей лекции назвал так а в общем-то символизм но каждый из этих трех интереснейших для меня личностей почему они как примерах и гораздо больше было там тоже свои имя женисты были и футуристы и работали с языком пытались придумать японском языке рифму который никогда в японском не было и и в общем-то и нет у них там структура языка такая что даже пушкин евгений онегин это у нас это роман стиха а японцы роман просто нет рифм нет смысла на мой дядя чей самых честных правил не отобьешь ритмически красота половины красоты пушкина уходит потому что просто язык не не создан для этого поэтому это просто роман и берешь так вот на полочке нижние стоял роман как роман пишет просто проза идет и собственно вот этот трагичнейший период конечно же нельзя не упомянуть а русско-японской войне которую ввела и уния так известно и наши влезли в нее 4 5 год война который на самом-то деле и сейчас не тогда их уже японцы начали к этому относиться так несмотря на всю пропаганду там военные т.д.т. наше влияние так сказать на азию укрепим а русские как же так николай там еще с 9 90-х годов как вот цесаревича 91 как известно шарахнули потом со шпионской миссии прибывал так сказать закрепиться продержаться еще немножко чтобы не начали они войну они начали раздербанивать корею китай ступился за корею не захотелось давать а наши уже там леса рубили там них с корейцами добывали в общем начали делить сферу влияния это была война которая принципе народу ни одному не было не нужна и ни чьей территории из этих участников основных не велась она могла пройдется в любой момент народу не только 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 бы обрадоваться то есть вот это вот ненужность зачем наши мальчики туда лезут и так далее породила очень интересная реакцию вот этих вот символистов да как у нас вокруг там революции все бегали маяковские есенины разные отношения к ним было да блоков и так далее также и у них вот такой вот пример на расклад я попытался чтобы не быть многословно на примерах трех интереснейших людей о которых у нас очень мало говорилось только сейчас к ним постепенно после войны а многих из них замолчали почему смотрим очень интересные и запутанные судьбы три судьбы первое мы знаем от русско-японская война вот смотрите это просто кровавая бойня вот кстати вот как японская тех времен листов когда что русские что японцы просто истекают кровью и в это время выходит очень интересное стихотворение который даже в наших блогах девочки или мальчики какие-то фанаты японского всего воспринимает больше как любовное стихотворение написал его и осану акин а а кику как раз в 1904 году когда японцев начали гнать на эту ненужную никому войну все любят цитировать первые две там четверостише а нам очень важно читать до конца я постараюсь пафос этот чуть-чуть сохранить в своей интонации но не судите строго от брат мой слезы я сдержать не в силах не отдавай любимой жизнь свою на той последним мать тебя носила не отдавая любимую жизнь свою нет ни родители твои вложили меч в руку сына чтобы разить людей не для того они тебя растили чтоб дать наказ погибни на убей твой славен рот не беспощадной бойней он кровь еще не проливал ничью ты призван продолжать его достойно не отдавай любимой жизнь свою и что тебе твердыня порт артура пускай пойдет или устоит на вовек купец твой предок а не воин хмурый не завещал разбойничий набег сам государь не идет на поле брани в бой не ведет вас во главе колон когда ж и вправду он сердец избранник то разве может слепо верить он что доблесть налить кровь людей как воду за жертвы в поле рыскать как зверю и пасть таким велением в угоду не отдавай любимой жизнь свою вот эти две первые три четыре столица как она про любовь там на позиции девушка там и так далее да то есть а дальше то извините анализ того что происходит что император действительно очень много нашептывали генерала что на это надо он принципе мирно был настроен как продолжатель как бы его дело мити но корею того надо завоевывать этих самых китайцев надо учить уму разум уже войнушки там уже войнушки здесь уже во императора опять задвинули вот пожалуйста сам государь не идет на поле брани то есть очень отдельные исторические споры с пор идут об участии императора в этом всем ну оставим это историком последим за этим спором еще в любом случае война была действительно никому не нужна толком это было чисто политический выкрутасы вот и обратим внимание и основа акико йо сана лидерша фактически серебряного века и и и иногда у нас сравнивают сахматовой за чувственность да ну конечно разные судьбы разные времена времена как раз не сильно разные но так или иначе вот особо она она известна акико йо сана как светская дама у нее прекрасное образование несмотря на этот шаткие валки конец 19 века когда все ломается рушится и так далее у нее было достаточно были семейной базой воспитания чтобы продержаться в такой называемой богеме до киевской где-то мне частично напоминает по своим позициям феминистка яра была одна из первых феминиста которая позволила выйти и сказать я вот считаю что жениться замуж выходить женщина должна если она не зависит и не хочет ни копейки от мужика свой она могла себе такое позволить и так далее там много споров было особенно в те времена это вообще считалось как бы кромолой вот но так или начало очень романтичная стихи у нее были очень скандали потому что она очень прославляла торжество плоти вот она выбила своего тэккана йо сану вообще ее звали шинхо акико ее было так сказать псевдонимы и юсана она взяла когда женила фактически на себе и без того уже женат в этом пришлось развестись с женщины с которой по-моему 7 лет он ухаживал потому что перед этой натиск был бесполезен вернее как и сопротивление было бесполезно и в общем они еще и работали вместе и творили вместе и журнал этот литературный знаменитый тэккана йо сану значит она выпускала и в общем-то мы имеем дело так или иначе с ярчайшей звездой серебряного века японской поэзии название условно естественно на сравнениях теоретик поэтики танка и новых стихов синтайси литературный крик и прозаик перевела на современный японский классический роман 10 века а повесть о принце гейнзи мурасаки сикибу то есть и этой женщиной как и перед ее собственно она очень многому году тэккана научилась на который уже тогда был дирам литературных группировок тэккан йо сана символист очень много поинтересовавшийся поэзией уже упомянутых мною и поэзией и прозой поздних романтистов британии франции германии и их задачей стояла тогда литературе все стихи как мы вот отслеживали до середины 19 века до танка хайку и так так или иначе их производные и плюс еще такие исторические типа белый стих но очень такой пафосно придворного такого замеса патриотического вот собственно три формы стихотворения стихосложения и было какой там чувственные это торжество как бы чувство нам в этой лаби-саби пряталась на принципе то что человек лично чувствует говорить было не принято он должен спрятаться за узнаваемые символы но что он напрямую чувствует не говорилось и вот и аки койо сану была первая женщина когда это стало а я вот посмотрим что он допустим некоторые вот ее стихотворения она выпустила первый самый сборник собственно он до сих пор считается ее ведущим сборником спутанные волосы то есть само по себе название на те времена волосы должны быть уложены если ты хочешь это обязательно иначе это страсть если не разврат это уже само по себе название спутанные волосы стоит книга которую надо купить вот какая у нее обложка была на японском смотрите как страстно эротичная даже эти иероглифы вот они иероглифы вот она и кровавыми пятнышками такими выложила до после сердечка своего вот а это уже просто тогда же рисовавший для ее книги уже художник забыл как его зовут и потом можно восстановить уже начались даже изображение женщин в то же время тоже такие революционные чудо уцелевшие их когда уничтожали там даже цензура так сказать видите даже чуть обнажена грунт да вот эта эстетика уже пошла и вот как-то она одновременно эти направления развития внутренних чувств человека эротики в том числе тогда это называть могли и порнография сейчас это просто очарование женской красотой собственно никого это не шокирует да вот тогда это было новшеством в общем-то она была бунтаркой сначала а потом вышла за этого пика а ты к несмотря на то что очень увлекался европейцами так далее и вместе с ней разрабатывал новый японский язык для поэзии он хотел ни много ни мало чтобы перестали писать этим бунга которым в частности и библия была переведена то есть фактически бунга это древний аналог в литературе японской нашего старославянска то есть стихи до середины 19 века в японии писались как у нас вот ой ты гой еси там на небеси вот таким языком про любовь там а они добивались того разную экспериментаторы в частности еще двое к которых среди будет речь писать тем языком которым люди разговаривают которые признаются любви там в частности и так далее да то есть а и вот это многие распределили как грубость фу вульгаршина ну то есть представляете да как у нас тоже там ругали этого блока что это за стихи такие и вот текан йо сано проект литературный критик он сам был сын буддистского священника очень такого белый по его отдельным скажем так далее мне он представляется как человек довольно жесткого и в общем-то армейска даже патриотического тона и мне кажется именно он то и он ее послал сначала в париж лондон она по и поездила там написала кучу норматических стихов а потом послал ее манджурию а теперь будет монголизм это уже японцы заседают все нормально так и в общем с ней что-то уже в 23 год прошел уже землетрясение разрушила всю новую всю старую японию есть такой взгляд на вещи что благодаря в кавычках несмотря ни на что этому страшному самому страшному для весенней японии двадцатого века именно благодаря этом все старое было вычищено и токио отстроился заново вот как тольятти у нас гордится тем что его по единому плану строили поэтому там жить удобнее чем во многих других городах токио весь здоровенный был построен по новому плану исходя из того что будет нужно этому городу помимо весил конечно старые какие-то оставшиеся вещи захороняли но в принципе пришлось обновить всю столицу страны заточить ее под то как они предполагают дальше жить и плюс и минус этого как бы трагедии есть но в любом случае она поездила в маньчжурию успехи у них паровозы японские ездят все отлично пропитался этим духом что мы всех победили азия уже наша и ребята да вы дружите с нами мы тут вас всему научим то есть ее вот этот вот пацифизм и не убей куда-то делся она охвачена пламенем по-своему какой-то там революции в ее голове я уж не знаю очень начала выдавать очень странные вещи в конце ее деятельности парочка сборников которые она написала не полюбились как говорится японской публикой и в общем она стала тем кого называют коллаборационист вот она выпускать выпускать такие вот у художника пускать такие листовки самурай перед битвой пишет там какой-то там хайку вот она пишет к ней допустим покоя это у нее из из ее так называемых стихов защиту японской миссии как она это называла в защиту китайской войны в китае до утренняя песня для граждан японии было в тридцать втором году и написаны тогда и ломанулись в китае еще один раз который не было посвящено человек солдату японскому которого разорвало бомбы и кто-то рассказывал истории там не показал что-то я уж не знаю когда там выйдет маньчжурия она была и так далее как человек называть бомбой на ее поэтически чувственный мозг как произвел такое действие что она посвятила разорвавшемуся солдату стихотворение в котором в частности пишется так вот буквально не поэтический перевод просто буквально растерзанное тело человека бомбы распускается чистая как цветок отдающий жизнь ради чести самуая то есть насколько талантлива она была вот именно в том контраст да насколько она была талантлива в чувственности любовной лирики и так далее очаровала своим романом до сих пор значит вот я показывал вот они с этим тэкканом признавались друг другу в любви всю свою жизнь в том числе на страницах своих произведений посвящали там дружке и в общем и умерли ну не в один день но похоронены сейчас вот похоронены в одной могиле с ним вот они как две могилки я их разница всем по моему лет была в смерти и потом положили то есть парочка была такая вот в каком-то смысле модная каком-то романтичная сейчас к этой любви возвращаются стараются не упоминать о ее как бы странных ляпах потому что после 45 года конечно им все выдали свою порцию как бы осуждения вот но вошла она в японию как классик тем не менее именно вот символисткой любовной в первую очередь лирики большой мастер в принципе языка которая помогла создать новую поэзию для людей не надо знать древних каких-то этих знаний можешь писать ты можешь читать стихи своего народа на своем языке это наконец-то свершилось 20 веке благодаря ее тоже усилием поэтому нельзя человека только черненьким и только беленьким представлять вот вот почему мы приходим когда изучаем вот это начальное этап становления новой японской поэзии в частности и писательства вообще тогда же второй товарищ который очень сильно ее влияние получил был очень скандальный бунтарь буйный такой где-то по характеру иногда в нем нашего есенина напоминает потому что с одной стороны он был обласкан судьбой у него была богатенькая семья которая по всех его экспериментах и приключениях давала ему подкидывала денежки то в этом университете хочет поучиться то в этом то вообще не хочет учиться он лучше будет на мандолине играть он профессионально играл на мандолине там много его умений был занимался фотографией на тот момент не всякий мог заниматься фотографией громоздкой и народной культурой обожал нитши и шопенгауэра заметим очень интересный товарищ он был его называют символистом но он постоянно бил себя в грудь и кричал что я вам эстетом кроша ломаного не дам я буду за народ я с народом вот простым человеческим языком буду писать вот допустим такие стихотворения у него первый знаменитый самый его часто сравнивают с цветами зла шарля бандлера все пороки людские они такие красивые такие сладкие как вывалишь как говорится в стих так раскольниковым он болел очень еще с вернемся еще к этому проблема если ради высокого идеала то в принципе преступление совершить можно даст руку-то я грохнула там зато на эти денежки там все как счастливы то есть вот эти вот метания они очень на него повлияли самое интересное а его как бы обалдение от величия гения достоевского сейчас еще отдельно вернемся ну и вот например вот такой это стихотворение то есть они писали свободным стихом и переводите в рифму вот предыдущие в рифму вера маркова перевела да немножко чужевато японцы не могу писать рифму для меня например чужевато звучало но ритм сделан ладно спасибо и за это но в принципе это на распев лучше читать как вот строчные белые стихи да мама собаки больные нет сынок собаки голодные где-то там в небе где смутно бред бежит сиянье собаки увидели извечного врага и древняя древняя память поколений полученная по наследству от диких и жалких предков внушает невыразимый ужас сердца собак сжимаются и бледнеют долго воют они в ночных тенях на дороге уау мама собаки больные нет то есть вот такое него мрачные взгляд на вещи ну диссидентский у нас сейчас сказали бы да но он умудрялся работать со словом так интересно что я бы вообще я очень над ним зависал и жалел что у меня не хватило даже время кстати сидит скорее скорее бы диплом бы сдать а я помню сидел я как раз тоже несколько и брал вот хэгнивару и такамура они у меня костяк диплома составили чувствуешь про фига еще чего-нибудь книжек то нет у нас я специально я еще слава богу я уже тогда работал в интуристе и мне книжки для работы потом прислали японцы я сказал что я изучаю книжек нет ну так мы тебе пришлем ну и вот прислали передал то есть потому что у нас не было материал нигде не сохранили знаний о первой половине века потому что у нас она вечно то есть войны какие-то то еще что-то такое а чё нормальные люди так сказать творческие дела это тоже похоронили как бы в архивах очень мало сведения было и сейчас слава богу мы имеем больше возможности вынимать это все вот и собственно вот история о том как молодого хагевару сакутаро спас от ужасной жизни наш федор михалыч 19 значит он вел очень разгул был у него 24 года в очередной раз разочаровался в жизни просил учебу и написал домой что цитирую из дневника из письма крестьянство и буддизм две большие лжи призванные успокоить человека раз уж нет во вселенной бога естественно нет ни греха не зла не добра а раз жизнь бессмысленно лучше жить веселее чем кончить жизнь страдая после чего с чистой совестью предался разгул а в своем молодых маленьком городишке где он жил устроил там джаз тогда еще собственно не появился но на мандолине он какую-то команду оркестра собрал в общем-то праздники там все это зажигали там люди неплохо веселились там но молодой поэт отдавал большую даме и женщинам и наркотикам и алкоголю на морфии помните у Булгакова эта тема тоже была да но Булгаков то ладно он врач был ему был не сладко этот балбес того чтобы был богатый другое дело что он и как бы пытался действительно делать красоту и у него очень здорово получалось талантливейший вот человек был тяжело заболел впал в чудовищную депрессию 24 года беднягу преследовали мурачные галлюцинации о совокуплениях с деревьями и растениями вот тут то и попала ему в руки последняя литературная новинка братья кармазов достоевский произвел на него неизгладимое впечатление правда воспринял он его поначалу довольно своеобразно цитата у меня есть тайная сокровенная идея о злодеянии и преступлении которая служит причиной моей переклички с достоевским среди всяких деяний по моему самым духовным является преступление ибо в момент совершения преступления человек может стать не только индивидуалистом и встретиться с богом истины если он сможет беспощадно обнаружить земную ложь и сорвать нас с человечества то есть родион вспоминается сразу да в шестнадцатом году все неожиданно меняется у него им пишет в своем дневнике что он словно очутился в раю его охватило непередаваемо прекрасное ощущение тепла и покоя начитался достоевского да и раскаялся он своих порогах отчаяния темных страстях и эгоизме в видении перед ним предстал достоевский сообщил твои грязи отпущены положил руку на сердце юноши и добавил я хорошо понимаю тебя несчастного знаю всю твою боль твою муку это чего ты ищешь не надо печалиться из-за этого ты вовсе не злой человек наоборот я искренне сострадаю тебе достоевский исчез и призвал а геваруса катаро в новой жизни назвал его мою истинное жалкое дитя и молодой поэт очнулся на диване достоевский научил меня истине сущность счастья заключается в любви только после прочтения карамазовых я познал существа бога и любви и уверовал в них до этого мое мировоззрение было мировоззрением атеиста нигилиста и демониста идти как влияет на ваша на нас бы кто так повлиял иной раз подумаешь да вот но в общем очень мне нравился у него такие вот именно мрачные такие вот я бы сказал сравнил с блюзом в японский блюз потому что вот еще кое-что могу показать из его стихотворений вот мне очень понравилось синяя кошка в двадцать третьем году он написал про кошек большую что про кошку еще отдельно он еще увлекся кошками то есть вот это как иллюстрация того вот представьте да ваша страна ввязалась в какую-то тупую совершенно военную передрягу перед всеми нормальными людьми тебе стыдно а сказать ничего не можешь иначе проблемы у тебя и близкий да и максимум что ты можешь делать это уйти в какой-то свой мир да у нас это алкоголь у него там морфий там под рукой валялся как у многих кстати у соратников у нас но с логина себя начался вот скидывать наркоманы был тоже кстати морфий то есть вот эти вот жизненные коллизии настоящего художника очень часто заставляют если хочешь остаться он в своем неуме может быть на своих фантазиях да ты создаешь этот свой мир если ты гений у тебя получится на многие годы и можете века вперед то есть вот такая вот эскейп эскапизм да и убежать из этого мира создав какой-то свой вот это в принципе в это облако она висела над всем началом 20 века в японской поэзии новой поэзии уже танго хайку уже выработаны а чё-то надо другое делать новая жизнь новая вот они неизбежно для нового мира создавали новые поэзии или наоборот как это нужно расценивать в любом случае жизнь на месте не стоял и тут очень интересная интрига о нем сейчас подборочку о нем сделали хорошую в интернете можете найти по стихе как говорится готова набирать на мои переводы кстати милика начались дипломатом собрал кто-то аккуратно собрал посмотрите если будет интересно и вот интересная интрига произошла я уже ну как бы опять же в свою историческую прошлое задвинул любимое имя о 22 о нем если делать так делать сразу книгу поэзия сейчас у нас мало кто интересуется издательством это не надо ладно думаю отложу в сторону беру перевожу бестселлер когда тэнго главный герой трех плотника 84 да происходит в конце двадцатого века с еще с перекрестками в какое-то непонятное будущее там полуфантастическое да если кто-то помнит и тэнго едет к своему умирающему лежащему уже в коме больницы отцу на поезде долго едет это нечего делать прихватил с собой книжку какого-то немецкого писателя и всю дорогу там идет такой вот как бы он едет в поезде пытается отключиться от умирающего отца и открывает книжку и у него звучит рассказ о городе кошка как только этот вышел бестселлер разные критики у нас в том числе в интернете и так далее что же это за город кошек что за такой то есть человек пропадает город кошек а вроде там никого нет людей нет а ночью еще и он заживает и кошки начинает вместо людей ходить там рестораны там в эти самые магазины там в кафешках заседать кошки людей нет только кошки и он уже боится показаться потому что может они его прогонят или убьют или что там чужой элиэн и инопланетянин здесь и вот это ощущение создано было мураками как якобы тот какой-то немецкий писатель написал и наши критики резвые так сказать да это же он наверно взял лавше тридцать втором году как известно антиутопию такую фантастическую написал китаец лавше потом как там китайские вот эти вот гуандунцы там народ завинчивали гайки все и так далее и действие там происходит при этом на марсе город кошек так называемый на марсе создан как сказать альтернативная версия нашему бреду здесь на земле никак он не ложился в эстетику не уроками этот лавше не во времени совпадал потому что хагивара саку таро принципе поэт баловался и прозой а это он назвал помните у нас у марингофа есть поэт поэт марингоф да тоже кстати начало века до двух кисения на который известен как поэт лиричнейший символичнейший и так далее но у него есть одна знаменитая проза рассказ в стихах да это как известно циники конечно кос вот у 2 2 это рассказ город кошек и в этом городе кошек как раз происходит примерно то что браками то есть мураками как страшный кошка люб не мог просто не вытянуть и водополу забытого гевару которого дурная слишком было то прошлое не все воспринимали адекватно конечно все история кошка который мог собрать в японии мураками упомянул и в частности восстановил немножко по-своему это путешествие продолжил к этому в интернете можно найти перевод сейчас сделала алина голенок я насколько понял это японистка где-то одного из не не столичных узов у нас несколько узок еще есть а может даже в москве но я не слышал раньше этой фамилии но честь и хвала за то что она просто буквально хотя бы восстановила это нельзя по-русски назвать стихотворение в прозе потому что ха гевара как раз очень много работал над ритмическими звучаниями слов то есть если у меня есть мечта это сделать когда руки дотянутся это небольшой повестушка такая она очень атмосферный там очень звонкий язык то есть надо ритмику задавать какую-то не рифму нет какую-то ритмику надо работать с этим языком больше но слава богу хотя в таком виде можно отследить и там вот шопенгауэра он берет эпиграф если я прихлопну муху то ведь конечно ясно что я убил не вещь в себе а только ее явление человек от материального мира полностью уходит со всеми его войнами по всем тем что он не может разрешить не может остановить эту войну не может любит и безумие окружающие ничего с не сделать не может он создает свой мир уходит от проблем мухи и уходите вещи в себе услышав мою историю пишет уже в конце когда закончилась сказка люди усмехаются и говорят что это всего лишь безумная галлюцинация поэта бредовое видение я совершенно точно видел его город и живут лишь кошки город где улицы полны кошек принявших обличие людей оставим столу спор и рассуждения для меня нет ничего более истинного чем утверждение что я видел это где-то во вселенной я твердо верю в это пусть даже буду выяснен на множество раз верю в загадочное поселение сохранившееся в преданиях провинции в кончу нет никаких сомнений на кончу кстати это же остров нет никаких сомнений что где-то на свете существует город населенный как ними лишь призрачными кошками то есть вот такой поэтический взгляд будучи все-таки в прозе но это все-таки поэтический со временем а вот начало вот он в таком вот я просто вижу как на самом деле пора вот этим текстами он даже не будучи в лифту сделал потому что образы сами очень яркие просто надо вложить правду со временем путешествия перестали занимать мое воображение прежде одна только мысль о странствиях один вид парохода или поезда заставляли мое сердце трепетать однако опыт прошлого научил меня что путешествие всего лишь физическое перемещение объекта из одного места в другое вот она ностальгия да куда не отправься всюду увидишь одних и тех же людей одни и те же города деревьев одну и ту же монотонную повседневную жизнь безвкусность человеческой жизни где все монотонно повторяется по кругу вот он его главное ощущение от времени своего и от своей страны в том числе своего общества так я утратил всякую романтику путешествие интерес к ним с давних пор я совершал лишь особые причудливые путешествия игры со свободным миром ограниченным только воображением находящимся за пределами времени и пространства причине и следствия то есть за грани реальности и грез уход как да это мне напоминает с одной стороны это может напоминать эксперименты тимоти лири да уже не собственную психику разными психотропами да с другой стороны это очень пересекается с тем куда вообще идет поэзия когда когда она просто развивает новые миры для погружения когда это оказалось может быть крамолой может быть даже разгильдяйством и так далее кому-то да а потом оказалось что мир именительной категории и через 20-30 лет уже и мыслить свободные нормальные ты человек чуть-чуть опережавший свое время в каком-то смысле так или иначе большой художник который оставил нам такие произведения надеюсь его побольше у нас впервые даже я не видел ни одной книжки полностью из его стихов на русском языке как правило он этот сборник только мелькал жалко потому что это уровень фантазии его и мастерства сравнивают и это с марингов она очень созвучно циники марингов помните начало да владимир а может ли так быть что с 17 года что скоро в москве будет не достать краски для губ как же тогда жить то есть вот эти вот похожие вещи они сейчас мелькают этот возврат интереса к марингову как личности как он выплывал в этом всем до оставался художником и поэтому прекрасным любовником своей оси да и вот вот этих людей которые так вот зависали 3 в этой сегодняшней обойме вот юсана акина человек перевертыш прекрасный художник чуть знать каким мировоззрением что она думала самом деле он сама пока не жизнь не понимал я не буду называть имен представляете сами но я думаю каждого более менее читающего литературу нашего брата и сестры да на памяти не не одно даже имя вспомнится так сказать великих поэтов и поэтесс соответственно до который в конце жизни что-то лучше бы вообще ничего не говори великий взлет как поэтесса а потом куда ее понесло лучше бы лучше бы вот на этом закончил вот потому что человек он не может быть только черный или белый и вот интересное напоминание о третьем кадзо исигуро получает нобелевку за все свои романы навороченные но обратим внимание именно на его второй роман который в принципе посвящен создан типаж где очень многие кто знает суть вопроса узнают того самого такаму рокотаро о котором сегодня дальше говорить потому что как раз этот у него мацуи оно главный герой попадает в 30-е годы он художник художник и поэт точно также как этот такаму рокотаро создавались уропатриотические картины стихи и романы воспроизвавшие силу сыновей ямата главный герой мацуи оно как раз является таким человеком и один из возможных его реальных прототипов скульптор и поэт такаму рокотаро то есть современный кадзо исигуро лауреат но велик и не мог пройти мимо этой такой трагичнейшей фигуры страницы очень яркой в начале литературы двадцатого века таро такаму один из самых талантливых японских художников первого ряда прошлого века учился у самого удэна специально ездил во францию получал вот примерно у него уроки там брал и так далее добился признания как оригинальный скульптор но кто-то считает грубоватым потому что он сравнивала свою поэзию со скульптурой а скульптура собственной поэзии и у него получаются довольно рваные такие скульптуры в некоторых парках токио до сих пор они стоят там несколько штук на любителя честно говоря вот он сам был сыном дело в том что скульптора вот этот папа его такаму рокотаро он был не придворный если то на госзаказах реально сидел там великие военачальники и бронзовые статуи до сих пор стоят на каких-нибудь станциях там токио то есть он такой классик это наша вера мухина допустим корни клод то я уж не буду брать но кто-то там 19 веке у нас расстрелили там допустим где-то вот такого уровня своей японской реальности а вот сын у него тоже пошел по его стопам собственно он и поехал в европу учиться в лондоне в париже просидел там и представляете япония еще только-только вообще учиться начала потому что есть на свете окружающий мир и конечно у него это взрыв в голове фантазии так далее увлечение и он еще и язык иностранный учил когда учишь иностранный как вы понимаете да к своему начинаешь по-другому относиться более бережно и трепетно да и в общем у него теперь плавилось то что он все-таки стал больше поэтом к тому же в этом землетрясении 23 года у него практически все что он создавал у него были очень любопытные работы по описаниям современников но очень мало что осталось у него полностью разрушилась сгорела вся его мастерская связи к это крах то есть скульптор из меня не получился сказал он и занялся тем что и так уже делал начал забатывать себя как поэта он фактически один из столпов символизма сейчас признается скульптор который стал ваять стихи вот у него разные были стихотворные вот фрагменты его работ сохранились но самое главное его работой жизни сейчас японцы первое что вспоминают это его реймон айка легия лимона ее часто называют и часто называют посвященные ей уже стихи в том же стиле созданные тогда это символ культовый культурологический символ легия лимона да когда ты вспоминаешь что что случилось с ним и его любимой горячей женой чеку она была художницей и у нее очень хорошая начиналась карьера как раз она как сейчас говорят тусовалась да с модными хорошими интересными поэтами и для феминистического журнала был такой журнал сэйто по моему она сделала первую ложку оформляла и в общем все было хорошо закончила очень успешно колледж она краснохудожественная училась живописи и от нее осталась только одна не самая лучшая не самая удачная картина я уже даже не стал ее показывать потому что конечно может она и стала бы были великим художником но у них во первых она влюбилась в салатокаму и они начали как-то и вместе поженились и и какие-то споры постоянно вот тут мне немножко не хватает материала что же это за споры были и они сами не афишируют одно по отдельным косвенным воспоминаниям уже сделал аж два фильма японцы до себя к сожалению они не переведены на английский даже есть два в 57 если не подводит память и в 60 каком-то еще году дважды снимали элегию вот это вот в отношениях такоморо Котаро и его Чиеко любима потому что стихи от Чиеко это очень теплая страница для японцев вот эта вот эта история любви потому что она заболела туберкулезом несколько лет очень сильно болела на очень надрывные каши и выматывала на работать не могла и в общем дошло до того что она попробовала покончить с собой выжить то выжила но с ума сошла шизофрения четко совершенно такую вы видели сразу начала сама сначала с собой разговаривать потом вообще замолчал какое-то время он за ней ухаживал дома потом это начало прогрессировать ее положили в клинику он к ней ездил и все эти годы до 38 года она скончала в 31 году она заболела 7 лет он разговаривал с ней только в стихах она уже не отвечать ему не могла это будет просто разговоры с ней может быть что-то она ему отвечала как он придумал да и все эти стихи когда он ей что-то говорит он писал и до 38 и потом уже похоронив ее еще три года продолжил с ней разговаривать и вот эти 7 плюс 3 10 лет разговоров с тем кто может наверное тебе ответить если ты хорошо хорошо представишь как она это делает ты ее услышишь и вот эти вот фантазии как бы его и легли в очень такой трогичнейшую трогательнейшую абсолютно работу о как ты ждала как просила лимона на своем белоснежном последнем ложе дальше идет такое рваная и нервная довольно долгая перед смертью она попросила в него и и чуть-чуть надкусила его вздохнула вот ее могила которая постоянно потому что заканчивается стихотворение перед твоей фотографией что всегда стоит предо мной сияющий солнцем лимон я положу сегодня и на эту могилу приносит основные цветы и и в этом сборнике мне вы представляете японец который выехал гигантский мир который открылся и он мыслит уже категориями и христианскими культурными библейскими он остается в душе японца посмотрите какие интересные ассоциации он выходит утром на веранду террасу продолжать с ней разговаривать вся книга такая очередной разговор о чем-то о том-то иногда она ему отвечает он продолжать с ней говорить называется пробуждение когда наступит зимнее утро река иордан покроется корочка льда я седу в спальне закутавшись в плед белой шерсти и сердце мое уж не тронут поход иоанна крестителя в обетованные земли и дикая страсть соломей мечтавший отсечь ему голову когда наступит зимнее утро с улицы шумной услышу смиренный стук гетто тело мое во владение природой великою вступит и как жизнь после смерти беззвучные шаги мои станут острый как бритва запах цветущей айвы дерзко проникнет через закрытые двери словно воскрес чей-то дух и подкравшись стоит предо мной как мне суметь в этот миг притвориться ученым бесстрастным сухо разъявшим весь мир на сплошные законы мог как прилив и отлив неизбежные уходы приходы всех кто живет под ненами придуманным небом проснись же любовь моя когда наступит зимнее утро с рассветом должны закричать будут птицы вот только глазам твоим черным не хватит рассвета не рассмеешься ты голосом нежным как птица рад весь солнце и не протянешь мне руку навстречу точный ребенок с каждой такую мыслью корчусь я в пледе из белой шерсти и заставляя себя через силу оду кричу я оду любви своей когда наступит зимнее утро сердце мое возвратится к жизни и отхищав и напевшись досталь думать придется как жить мне дальше по янтарному небу рассветом поплывет рассыпаясь пальца за водами во дворе залают ушастые мои пойнти и привычка все время в чем-то нуждаться вернется ко мне точно старый приятель я любил ее когда наступит зимнее утро лед на реке иордан будет крепким то есть такая вот для меня это работа по упорядочиванию собственной памяти от памяти то есть каждый день человек работал с паническим я не буду продолжать у каждого могут быть свои ассоциации не хочу верить как-то свои но из этого же цикла меня очень она пробила в свое время сама в эту движение многие сейчас я по-другому надо вернуться к этому вопросу но сейчас у меня пока из этого периода лично опять же никто мне это не заказывает и в ближайшее время я думаю не будет заказывать как вот коммерческую книгу издатель не купят сколько вас таких желающих и так далее но надо сделать чтоб было чтоб было а там уже судьба куда-нибудь выйдет это сделать вот этот вот город кошек тем более что он линкуется с современными уже вариантами то есть классики они друг на друга зоночки так перекидывают и эта цепочка должна продолжаться иначе не интересно вот невинная просьба невинная просьба это он украл ее небо восклицательный знак потому что вот то о чем они все время спорили до сих пор безумие тейко принято рассматривать как случайное горе в котором некого обвинить кроме злой судьбы однако в последние годы на гребне волны феминистической литературы многие женщины исследователи взялись пересматривать привычный взгляд на судьбы тейко и катаро в частности на обстоятельство их супружеской жизни умные не отвеченные вопросы понятые с глубины десятилетий в частности о том что же привело тейко к душевному расстройству то есть принято как бы официальной версией что просто ее болезнь взмотала но на самом деле она тоже считала себя видимо великой художницей или по крайней мере они как художники сейчас очень тёрлись видимо что-то кому-то не нравилось и так далее то есть они вот не могли отпустить друг дружку вот это по-моему там было невинная просьба жалуется мне тейко что в токио небо исчезло просит чтобы я показал ей какое оно настоящее я же бежу с удивлением в небо и вижу сквозь молодые листочки вишни просеянное всегда неизменное небо знакомое с детства накрытая им долина все бледней это дает утро дымкой персиковых оттенков но далее куда-то все смотрит тейко все просит чтобы я показал ей ее небо настоящее небо тейко что над ататара горою каждый день голубы сияло право что за невинная просьба вот опять ностальгия никогда больше не вернула вот оно как раз все очень красиво и в кануне и в то же время личная какая-то трагедия эмоция то что ни в коем случае нельзя потерять ощущения я рад что пускай не самая веселая тема но очень красивая может быть нам даже удастся посмотреть какое-то вот кино а если мы его вытянем сейчас вообще очень хорошо идет я в интернете наблюдаю когда вот эти вот все кино те кто показывает нам кино да уже наполнили эти все баки как говорится всем современным блокбастерами и наконец-то начинают все больше и больше восстанавливать старые забытия и кино и книги и поэзии мне очень нравится этот процесс потому что в старых вещах иногда такое находишь думаешь куда это все делается настоящее аналоговое чувство вот этого вот эта вот страничка я надеюсь вам была любопытна сегодня так спасибо большое